Приветствую вас. Я думаю, что вы человек, который игнорирует своё сердце. Вот что я думаю. Потому что не игнорируй вы себя, не игнорируй вы свои чувства, свои ощущения. Вы бы уже, как мне кажется, давно бы всё поняли. Мне кажется, что давно бы вы уже всё решили. Но я бы не сказал, что у нас есть этическое право давать вам совет. Мне кажется, что вы достаточно умный человек, чтобы понимать, как это выглядит со стороны. И понимать, что выглядит это не очень. Я думаю, что вы достаточно умный человек, чтобы это понимать. Но, вместе с тем, по моим ощущениям, вы как будто бы отказываетесь себе доверять. Вы как будто бы говорите что-то типа, типа, о, ну вдруг я не права и на самом деле всё по-другому. И момент здесь в том, что вы действительно можете быть не правы и действительно всё может быть по-другому. Я думаю, что это правда. Но вопрос в том, счастливы ли вы сейчас? Вопрос в том, хорошо ли вам сейчас? Я думаю, что совершенно точно вы знаете ответ на этот вопрос. Что нет, вы не счастливы. Что нет, вам тяжело. Что нет, вам трудно, вам болезненно. Я бы даже сказал и так далее. И вопрос, который в этом контексте, хотел бы я вам задать, заключается в том, если вы не счастливы, зачем тогда вы в отношениях? Почему вы не доверяете себе? Вот в чём момент. Чего-то вы боитесь, может быть. Чего-то вы обожаетесь, может быть. Мне сложно так сказать. И на это я хочу обратить ваше внимание. Потому что молодой человек, он не делает в этом смысле чего-то криминального, он не поступает в этом смысле как-то ужасно. В том смысле, что какого-то преступления он не совершает. Каких-то правонарушений он не делает. Но вопрос не в правонарушениях, как мне кажется, а вопрос больше в том, насколько вам хорошо с ним. И что-то мне подсказывает, что не очень. Что-то мне подсказывает, что не очень вам с ним хорошо. И вот вам бы прислушиваться к себе. Вам бы прислушиваться к себе и позволить... Позволить... Там нужно говорить вам сердце быть... Быть в... Ну... Быть во взаимодействии с мужчиной. Я бы так... Я бы так сказал. Позволить быть... Тому... Что... Что... Вы чувствуете... В контакте с человеком. Быть более естественным. Собой. И... Посмотреть... На... То... Как будут... Обстоять дела... Тогда. Как молодой человек будет особенным. Если вы не будете, например, служить ему жилеткой или секс-игрушкой, реагируя только на его потребности, готовы ли вы к этому? Еще один очень важный вопрос, потому что если вы не готовы к этому, ну вот сами, к примеру, там, к примеру, вы боитесь, к примеру, вы опасаетесь, что человек разбросит и так далее, то работать, тогда вам нужно именно с этими аспектами. Понимаете? Именно эти аспекты делают вас не свободны. Именно эти аспекты не позволяют вам быть собой. И в какой-то степени именно поэтому вы и оказались сегодня... Ну, у нас в какой-то степени вы именно поэтому оказались сегодня задающий вопрос. Вот, именно поэтому вы сегодня оказались той, кто спрашивает по поводу, ну вот, вот этих вот моментов, вот, по поводу этих аспектов. И пытаются опереться, условно говоря, на нас. Не на себя, а на нас. Понимаете, что здесь самое такое вот? Ну, я бы сказал, привозно. То есть опереться вы пытаетесь на другого. А наша задача заключается в том, чтобы помочь вам операться на себя. Конечно, это можно объяснить за тем, что вы можете быть неопытным. А, ну, это могут быть, условно, там, первые ваши отношения, да, и вы можете быть неопытным. Неопытным, вот. Но, в этих отношениях. Но, в этих отношениях. В отношениях, где он, судя по всему, не ценят. Вы бы в таких отношениях. Вы бы в таких отношениях. Вы бы в таких отношениях. Оказались, как мне кажется, не случайно. И понять, каким образом вы в таких отношениях оказались, вам поможет как раз таки психолог. Вот, если вы хотите, конечно, этого, вот, если вам, конечно, интересно, это, вот, я подсказал, наверное, так. А, так, если, ну, говорить, вот, в целом, то молодой человек ведёт себя соответствует своими предпочтениями, соответствует своими навыками, соответствует своими моральными ценностями металлограммами. То есть, ну, он просто ведёт себя так, как он считает, ну, это не хорошо, не плохо, просто ведёт себя так. Ну, вот, ему так нравится, он себя ведёт. Вот. Ему так, ему так, не знаю, выгодно он так себя ведёт. Вот. То есть, то есть, то есть, то есть тут, мне кажется, смотреть нужно именно на это, на то, что вот он, вот он ведёт себя так, как он хочет. Вот. Ну, если честно, я и не думаю, что это нужно менять. Нет, очень много ресурсов нужно. Вот. Ну, как-то так. Но в целом, в целом, повторюсь, как бы, одна моя идея моя заключается в том, что вы находитесь, вот, ну, как бы, в таких достаточно зависимых, как мне кажется, соотношениях, вот. Где вам явно не хорошо, вот, где вам явно, 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 явно тяжело, но вы продолжаете на что-то надеяться, вот. И, ооо, мне доверяете себе. Вот. Такой вот ещё, ооо, немалый, немалый важный момент. Вот. Ну, чаще всего, чаще всего, ооо, люди это делают из-за какого-то страха, чаще всего. Вот. То есть, вы можете, вот, просто бояться, там, не знаю, а, остаться одной, вы можете бояться, там, не знаю, что вас бросит. Вы можете бояться, там, не знаю, чего-нибудь ещё. Вот. Ну, ну, в таком, в таком, кличе. Вот. Это правда. Это правда. Ну, вопрос, он, сейчас, всё в том, что вы хотите с этим делать. Потому что, мне кажется, что молодой человек, он, тоже не дурак. Он понял, может быть, что вы, ну, там, к нему привязан. Например. Ооо. И всё. И, ведёт себя так. То есть, понял, он сперва, сперва вас завоевал. Да. Он, сперва, вас к себе привязал. Вот. А по-по-по-по-по-по-по-по-мужи это стало, значит, свои, значит, условия навязывать вам. Вот. Опять же, повторюсь. Я не считаю, что он, обряд, на плохо сделал. Делай так, как делает, может быть он найдёт кого-то, кого бы это устроило, обратно он устраивает вас, знаете, какая-то штука, да вот, и если нет, если вас это не устраивает, то что вы готовы с этим делать, что вы хотите с этим делать. Вот в чём вопрос. Вот вопрос, который вам нужно себе задать. Мне кажется, так. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова